Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете сторонники корпорации номер один часто ссылаются на решение конституционного суда Кабы-Верда и в данном видео мы обсудим этот момент, а также мы поговорим о том, какая конкретно сумма была разморожена на счетах компании Агам и соответственно на какую сумму могут рассчитывать инвесторы данный текст гулял свое время по чатам и социальным сетям по всей видимости это перевод сообщения из иностранных чатов потому что язык явно это перевод это явно не носитель языка писал ну давайте прочитаем важно кому нужна еще уверенность в нашу корпорацию прокурор который использует свое официальное положение и толкует конкретную статью закона по-своему без суда и присутствие представителя компании приказал банку заморозить счета и банк его выполнил действует ли законодательство республики Кабы-Верда да только позднее конституционный суд укажет что прокурор неправильно истолковал закон в отношении Агам и решение прокурора аннулировано но это произойдет не сразу а через 8 месяцев почему это так это процессуальное правило предоставить прокурору 8 месяцев чтобы доказать свои обвинения защитил или компании свои права да во первых они подали жалобу генеральному прокурору республики против окружного прокурора но спустя более 30 дней после подачи жалобы генеральный прокурор республики не прокомментировал жалобы истец то есть руководство Агам поэтому решил обратиться в конституционный суд а 20 сентября 17 года представил положение процедуре ампара и мы друзья были смущены в то время почему компания не начала полный рабочий процесс а подключение платежных систем к нашим счетам не было активировано мы чувствовали что мы висели в воздухе теперь вы должны понимать что компания уже полагалась на силу третьих сторон и руководство было вовлечено в такую серьезную проблему потому что прокурор потребовал замораживание активов еще не было известно вернем ли мы наши деньги если акт прокурора был был бы реализован лично я теперь понимаю что именно это серьезно повредила здоровье президента компании ну здесь идет еще текста конституционный суд еще одно заявление подеру по делу ампара заявив что замораживание банковского счета агам был абсолютно незаконным он нарушает принцип презумпции невиновности создает нагрузку на деятельность компании и провоцирует потери компании задержку клиентов и в лице прокурора республики потребовал защиты конституции и немедленного освобождения всего банковского счета из сообщества ну вот я говорю это по всей видимости какой-то корявый перевод что такое ампара обсуждается я не буду все зачитывать иначе очень длинно будет вы можете сами сами это все прочитать здесь даты фигурирует заказ на замораживание учетной записи был выдан 13 июня семнадцатого года то есть по сути заморозка счетов а была совершена в июне семнадцатого года так и так далее вот 13 февраля конституционный суд мог категорически отказать прокурору в просьбе конфискации активов вот после этого как мы знаем да прокурор в качестве ответчика протокол судебного секретариата конституционного суда праве кабы верда от 15 марта 18 года то есть это выдержка получается из опубликованного документа из протокола судебного заседания после этого как мы знаем среди прочих от диего мартина андрей андреевич абакумов начал работу над процедурой выпуска счетов ну наверное имеется ввиду разморозкой счетов в интервью диего мы узнали что счета наконец были разморожены и что теперь вопрос оплаты клиентов и начала полноценной работы является быстрым и они будут стараться соответствовать установленному сроку до конца 2018 года ну типа что вот все разморожено и все все вот-вот наладится все решится андрей андреевич абакумов там уже всем занимается и концу 18 года всем все заплатят да ну вот у нас уже девятнадцатый год на носу как вы знаете пока ничего и мне попалась одна очень интересная статья причем эта статья я бы сказал уже достаточно давняя от 1 апреля 18 года к сожалению она не попадалась как-то мне раньше кто-то мне скинул на нее ссылку и вы знаете очень интересная информация здесь оказалась и через google переводчик я сделал перевод на русский давайте вместе ознакомимся обратите внимание что данная статья опубликована на новостном портале имеющим доменное имя cv то есть это национальный национальный домен республики кабы верда то есть это аббревиатура также как русскоязычные например сайты и статьи часто публикуются в зоне ru то есть это получается именно новостной портал кабы верда а сама статья опубликована на португальском языке и так название статьи конституционный суд принял решение о разморозке счетов агам 1 апреля 2018 года юрист агам геральда алмейда обратился в суд заявлением о прекращении блокировки счета конституционный суд распорядился разморозить счета атлантик глобал ассет менеджмент или агам которые были заблокированы на протяжении более девяти месяцев по приказу прокуратуры таким образом российская столичная компания может без проблем развивать свою деятельность обратите внимание фигурирует слово российская я сначала даже ну усомнился что действительно ли в оригинале есть такое слово но на самом деле оно присутствует и повторяется несколько раз и если мы с вами посмотрим в оригинале а а им праздник by the 8 руссос und приз Gilberto это фирма кампания капитейс я так понимаю это может иметь значение и столичное а может значение как капитал финансы то есть финансовая компания славоруса здесь присутствует то есть получается русская финансовая компания или русская столичная компания Интересно, почему они ее назвали русской, если она зарегистрирована на территории Каба-Верда. Не потому ли, что одним из основателей является Андрей Андреевич Абакумов, который вроде бы как коренной москвич? Читаем дальше. Конституционный суд рассматривал вопрос о конфискации средств АГАМ, чьи банковские счета были разморожены по решению суда в Прае. По мнению прокуратуры, АГАМ связан с созданием финансовой пирамиды и отмыванием денег. Адвокат АГАМ Геральд Алмейда попросил суд Прае объявить об истечении срока действия мер по замораживанию, поскольку прошло уже более 8 месяцев без предъявления обвинений против компании. Судья принял во внимание процедуры заморозки средств и принял решение об истечении срока действия ограничительных мер. Итак, в вашем предложении, которое было сообщено нам в понедельник, 12 марта, судья 2-го гражданского суда, господин Альфред Лубрана, постановил отменить заморозку счетов компании и приказал КАИКСА экономика Каба Верда, я так понимаю это название банка, разрешить движение средств на счете, говорит один из источников. Конституционный суд в своем решении счел незаконным продолжать заморозку средств, а кроме того использовал термин с возможными последствиями для права на частную собственность. Меры, которые остались после 8-месячного срока с даты его введения в действие, утрачены в связи с истечением срока давности. Несмотря на проблемы, вызванные блокированием их счетов, суммы, которые превышают 3 миллиона евро, ребята, вот и прозвучала та самая сумма, суммы которых превышают 3 миллиона евро. Может быть ребята ошиблись, может быть там на счетах 3 миллиарда евро? Давайте проверим. Итак, в оригинале на португальском здесь фигурирует tres milques de euros. Давайте посмотрим значение слова milques. И Яндекс.Переводчик показывает, что это миллионы. Если бы в тексте имелись в виду 3 миллиарда, то по-португальски бы это звучало три бильхоз. Так что по всей видимости, все-таки имеется в виду 3 миллиона евро. Продолжаем читать. Несмотря на проблемы, вызванные блокированием их счетов, суммы которых превышают 3 миллиона евро, российские инвесторы гарантируют, что они останутся в Кабе-Верде. Один год будет временем, который они считают идеальным для реструктуризации и перезапуска Агам, чтобы избежать других ограничений и проделать большую работу для восстановления убытков. Морские перевозки на скоростных катерах являются одним из приоритетных проектов для Агам, цель которого обеспечить ежедневную связь между островами Майо, Сантьяго, Фого и Браво с перевозкой пассажиров и грузов. Агам входит в российскую международную группу по продвижению инвестиций, которая уже несколько лет работает в ряде стран на основе краудфандинга, краудконсалдинга и многоуровневого маркетинга. То есть опять фигурирует слово «российская». Интересно. Хотя юридически компания зарегистрирована в Кабе-Верде, в Испании и так далее. Компания была основана в Кабе-Верде в августе 2016 года с целью стать инвестиционной платформой в Африке, средства которой поступают из разных уголков мира. В результате обвинений в том, что компания связана с созданием финансовой пирамиды отмывания денег, руководство Агам обнаружило, что счета компании заморожены в июне 2017 года. Самое интересное в этой статье, это как раз здесь называется сумма размороженных средств 3 миллиона евро. И как вы помните, целые полгода мистер Диего Мартин в своем чате рассказывал, что деньги у компании есть, деньги разморожены, все круто, вот меня сделают президентом и мы все наладим и всем заплатим. И вот у меня возникает вопрос, а мистер Диего был в курсе вот этой суммы 3 миллиона евро или не в курсе? Или он забыл Рабал об этом спросить? Или как-то даже не поинтересовался? А теперь давайте прикинем, сколько же в среднем получается на каждого инвестора, если 3 миллиона евро разделить на 630 тысяч инвесторов, как объясняется, как говорит сама компания Агам. И получается почти целых 5 евро, ребята. Гуляйте и ни в чем себе не отказывайте. Верующие в корпорации номер один постоянно ссылаются на решение конституционного суда и с ним действительно трудно поспорить. Это официальный документ, опубликованный в официальном бюллетене юридическом, да, это подтверждено. Но всегда стоял вопрос, именно какая сумма разморожена. И вот в этой статье я впервые вижу конкретную сумму. Если бы сумма была 3 миллиарда, ну еще куда не шло. А здесь каких-то жалких 3 миллиона, которые если поделить на 630 тысяч инвесторов, то получается даже меньше 5 евро на нос. И вот когда вам, господа верующие, господа кофевары в очередной раз будут втирать про великую корпорацию, пусть они потрудятся объяснить, каким образом корпорация собирается рассчитаться со всеми долгами, имея на размороженных счетах каких-то жалких 3 миллиона. Вот интересно было бы услышать их объяснение. Это во-первых. А во-вторых, средства были разморожены давным-давно. Да, еще весной 2018 года. На дворе почти 2019 год. Что-то не видно никаких движений в плане выплат. В плане того, чтобы компания реально кому-то что-то начала платить. Хотя бы по 5 евро заплатила. Даже этого мы не видим. Не так ли? И что там компания будет делать в 2019 году? Ну, вопрос очень интересный. И как вы, наверное, заметили, сейчас даже самые верующие уже начинают понимать, что что-то здесь не так. И Юлия Ксенофонтова уже опубликовала обращение. Все, ребята, мы требуем каких-то новостей от компании. Все, давайте, сделаем петицию. Сделаем петицию, требуем информации, требуем новостей. Ну, давайте, требуйте. А заодно потребуйте объяснений, как компания собирается расплачиваться с долгами, если у нее на счету остались какие-то несчастные 3 миллиона евро. Вот такая информация для размышления. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.